всем привет решился еще один маленький коротенький подкастик на тему значит работы и денег и прочего у многих паника вообще по жизни то есть неважно что там происходит в жизни может быть человек заболел или какая-то там эпидемия или катастрофа или еще что-то и всегда стоит вопрос денег где взять как что делать как дальше жить и прочее так вот я уже вроде бы говорила о том подходе жизни какой нужен всем к чему нужно стремиться то есть я в прошлом подкасте говорил что там правильный график работы там учеба чтобы было чтобы хватало именно все такая чтобы мы короче чтобы не поехал крыша многие думают что вот сидя там дома крыша поедет вот там короче человек перестанет быть человеком но это все чушь полная человек перестает быть человеком когда он общается с животным вот почему он у него едет крыша от того что он проводит время наедине с собой он наоборот размышляет он думает о чем-то большим а не просто о том как вот там сходить на работу с друзьями там ждать пятницы нет он думает так как бы сделать так что всем было хорошо и ему и окружающим его людям и потомкам все делается для того чтобы жизнь была качественной комфортной все были живы-здоровы а как люди могут быть живы-здоровы если они выходя из дома подвергаются опасности ну там значит они начинают покупать ненужные какие-то продукты там алкоголь и прочее если ты сидишь дома и тебе дома комфортно ты уже привык то тебя не уже не страшит ничего ты не боишься тут и не привязан к чему-то то есть это твое нормальное состояние а когда ты выходишь из дома бегаешь вечно за алкоголем вечно пытаешься себя как-то саморазрушить так это есть вот деградация это есть значит путь не в никуда а а люди которые этим занимаются должны как-то ведь себя оправдать поэтому они стрелки переводят они показывают пальцем на дверь и говорят вот они поехавшие те кто этого не делает те кто живут до самой старости все у них хорошо у них здоровые дети здоровая семья в доме все прекрасно в голове все значит на по полочкам понимаете да этим эти безнадежные эти как бы они такие знаете посланники дьявола такие демоны которые под видом чего-то доброго делают зло простые люди которые не разбираются значит который ну просто по жизни слабы они типа ведутся на лет ну да ладно да я хотел сказать о другом я хотел сказать о том что как выжить в такой общей ситуации когда вот там денег нет там карантин что делать некуда деваться короче там все это начинаются какие-то преступления начинаются какие-то кину паника вот как как с этим бороться я считаю что чтобы такие ситуации были не страшны вообще никому нужно просто во первых ну если конечно это совет для тех кого денег мало для к богатым это не относится потому что богаты они в любой ситуации останутся в плюсе вот значит если человек бедный ему во первых не стоит значит заводить детей потом не стоит брать кредиты ну то есть эти автомобили всякие там большие квартиры все это значит ему никогда этого не светит не ну он конечно может там взять кредит да но он будет всю жизнь выплачивать его да он будет жить в большой квартире есть на хорошей машине но он будет вечно но будет паника если потом что-то случится серьезное что-то такое жестко то он просто наложит на себя руки ну то есть жить он не будет он как бы взял кредит а потом все как бы ну вроде пожил чуть-чуть там год два три может быть ну 5 10 даже лет а потом как бы один хрен он до конца дела не довел а что это за жизнь когда ты до конца дела не довел и там не знаю а твои дети потом должны будут выкарабкаться как-то самостоятельно с чего ты ведь ты не смог вы выкарабкаться то есть ты богатый ну якобы или там ты такой амбициозный ты не смог с этим справиться и все и типа хрен с ним пусть они сами там разбираются мои там потомки мои там еще кто-то коллеги там то есть и как бы такой ну неправильно в общем поступил так вот смотрите в чем сейчас объясню когда нет лишнего то есть там допустим тратишь средства на какие-то ну да тот же там автомобиль на бензин на большую квартиру нужно ведь как-то ее там за нее платить много денег а ты допустим один ну лет я как бы семья большая семья на них нужно значит много денег на каждого то есть потом какой-нибудь не знаю спорт тоже нужны какие-то покупки и связаны со спортом плюс еще ты вечного напряжения тебе нужно как-то расслабляться покупаешь этот алкоголь то есть одна потребность наслаиваются на другую и так у тебя потом изначально ты был как бы спокойным там допустим в детстве ничего не нужно никому живешь себе нужно покушать поиграть в игры поспать ну и как бы все а тут начинаются какие-то лишние выдубленные потребности там строить сарай и ходить в спортзал кататься на машине завести детей купить машину а значит квартиру нужно отдых съездить нужно какой-то шмот купить нужно выпить нужно еще что-то там какую-то рекламу видел еще что-то купить ты на славиш на славиш нас на славиш это все на себя и потом пузырь лопается просто и тебе приходит конец вот ну то есть ты и это 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 не на долго понимаете ну то есть можно начать 20 лет а к 30 уже все кукуха поедет и представьте теперь себе человека который живет скромненько у которого ничего этого нет у него нервы в порядке нет лишних каких-то причуд просто живет себе тихо скромненько никому не вредит а этот человек который везде хочет успеть он где-то кого-то обманул какая-то семья на улице осталась там не знаю допустим купили в новостройке какую-нибудь там квартиру молодая семья этот застройщик взял всех окинул и типа улыбает все хорошо то есть этот человек живет и вредит собственно зачем вообще такие нужны на земле вот ну а люди которые сидят дом тихо они никому они добрые сами по себе они никому не зла не желают они никогда так не поступили потому что знают блин большая семья как я их так кину пока там дом строится я там уже свалю сто раз да вот это все такие вот приколы такие схемы вот так что еще хотел сказать вот ну и кто из этих двух людей которые ну один скромный спокойные там дома сидят а другой везде бегать суетиться кто из них сумас сумасшедший ну вот кто конечно стадо быдло вся толпа людей скажет что вот кто там активный бегает он такой самец он молодец да молодец только а сначала он одних кинет потом других а потом и до вас очередь дойдет а скромный спокойный будет жить блин до самой старости 80 лет и не и никого не обидит никого не тронет вот как бы ну и с этим надо бороться как как вообще и почему вот эти скромные тихие люди и живут так долго ну во первых они себя не разрушают а во вторых если они работают они собирают деньги и эти деньги у них отложены на черный день ну то есть если в мире что-то случится такое что угодно катастрофа какая-то безработица да вот это все этим этим домоседом ничего не грозит ну нет работы и что у меня же есть деньги на самые необходимые потребности я же не как не занимаюсь потреблением всего подряд у меня эти деньги как бы распределены так что ну на будущее как бы не трачу больше какой-то суммы в месяц ну нет в этом нужды нет в этом смысла потому что и так все есть если что-то хотел сказать одежда купил одежды ночь шивну просто стираешь эту одежду но многие думают что ну а мало ли там люди подумают в одной одежде хожу надо ее срочно менять то есть а людям то все равно то есть человек значит у людей не спросил интересно ли ему интересно ли им внешность а как бы там вообще и начал просто без их как бы мнение покупать себе 500 футболов и носить каждую значит менять раз ну раз в день или там раз в два дня как какое дело вообще людям с улицы до значит этого человека меняет он там эти футболки или нет это вообще это все равно потому что этот человек который идет на по по улице моего мы можем его часто видеть в разных футболок да там на разных машинах он для нас на умные он просто не наш родственник не наш друг не наш коллега не наш там еще кто-то он для нас никто как какое нам дело вообще что он носит что он там говорит его мнение нам все равно то есть это знаете так можно книги читать и там интересоваться умнеть 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 а потом окажется что ваше мнение никому не нужно так и здесь вы бегаете вечно за этими блин значит вещами этими вещами даже не пользуетесь купить какую-нибудь золотую вазу поставить и она выстоит ее никто не видит никто не знает по вашим слухам а чё по слухам то судить я могу сказать что у меня тоже дома 5 вас золотых кто это будет проверять то блин кому это нахрен надо так легче сказать просто значит пару слов что вот у меня есть то у меня есть то и все и все и и не париться зачем блин это нужно ну прям именно показать сейчас даже эпоха значит цифровой век и блин можно при фотошопить себе там шмот я не знаю татуировки при фотошопить можно чего угодно зачем это нужно все рублен делать в реальной жизни вот многие смеются над людьми которые в играх значит покупают какие-то различные предметы там купили себе не знаю пистолет в игре или там штаны и в игре купили или не знаю там в главную бор типа дурак играет в игру сидит и типа тратит на эти деньги а ты что делаешь ты делаешь то же самое ты идешь и покупаешь сети джинсы там не знаю какой это блин автомобиль тебе нужен были новые тебе нужны какие-то спортзал и тебе нужно на на отдых чё ты устал что ли блин чё ты делал то вот большинство работ которые я знаю это просто сидение в офисе но в кабинете там среди пожилых каких-то людей и распивание чаев и разговоры на тему помидоры там ребеночек там это покакал там еще что-то кто родил кто не родил кто значит там поехавший кто не поехавший у кого сколько денег там типа и все таки да у всех мало да да у нас и мало вот так ну а как у вас может быть много денег если вы че и пьете чё я не помню чё ждете этого кто-то жалуется вот там нам не платит так реально если выбрали выбрали так поработать и нужно просто идти и чай пить и вам платят какую-то минимальную сумму все радуетесь или вы хотели чтобы за сиденье на работе платили огромные деньги да есть такие места но у вас же нет никаких там родственников знакомых у вас есть только вот это да и блин давно уже перенаселение как можно блин нас делать какие-то выводы о работе в наше время вот в двадцатом году как можно вообще говорить о работе что легко так все это люди из-за восьмидесятых годов вот в допустим кому-то восьмидесятом было ну 25 сейчас ему значит 65 и вот он уже такой старичок значит и такой выходит там на улицу и куда там по телефону с этими с своими родственниками разговаривает которые вы помладше и начинает их учить жизни а а вот и тогда да я там старался да там вот и валентяй там работа есть работы полно ты шо поехавший что ли в восьмидесятые годы население на земле было намного меньше рабочие требовались требовались ну люди на на работу сейчас же людей столько что места впритык уже уже достаточно то есть произошел такой как он называется не забыл слово но я помню что бум бум рождаемости но в таком духе и просто скачок вверх если там в начале двадцатого века было очень мало людей сейчас их там в сто раз больше устрои всех попробуй блин а то они тоже как бы и массал чуть-чуть они любо не уже вышли на пенсию в тот момент когда еще можно было выйти на пенсию да там пенсионный возраст еще не поднимали они успели выйти и все и такие там значит да и они уже тогда знаете когда ты устроился на работу раньше всех ну то есть там 20 лет назад там тоже закрепился тебя не бросят тебе там помогут подскажут ну если хорошая контора вот а если это место на это место приходит молодой сотрудник то его там держать не будут но подержит чуть-чуть там сколько обычно держит три года а потом увольняют без причин либо тебя просто это об этом и написано везде в интернете и люди вам могут подтвердить что начнут выдумывать какие-то косяки штрафовать и заставит вынудит уволиться либо уволит сами либо кто-то там подставит еще что-то сделает круче просто три года а потом ищешь другую работу потом опять три года опять другая и неважно и это не из-за того что ты плохой человек а из-за того что ну просто люди уже не ценится потому что на если в восьмидесятом году в 1980 в восьмидесятом году люди люди приходили их брали и еще требовались люди и еще приходили еще брать то сейчас требуется один человек а остальные уже давным-давно все набраны и просто этого одного берут остальные все которые с ним были то есть и 100 человек один значит понравилось его взяли остальные делать что хотите это не говорит о том что вы тупые это говорит о том что людей просто столько что вы уже как бы обесценились или появились какие-то автоматические системы которые сделают все сами не нужно уже человек вот так что поэтому и дети и родители и бабушки и дедушки они должны создать ну идеальная семья должна создать такие условия чтобы в случае даже если работа не найдется никогда деньги минимальные будут ну то есть на еду чтобы снять жилье купить еду деньги просто в заначки будут и вот эти люди которые скромные нормальные скромные есть скромные ненормальные у которых денег вообще нет и они типа все тяп-ляп делаю эта заначка не должна быть огромной там не миллион долларов она намного меньше она просто должна быть чтобы твои потомки ну хотя бы блин после тебя пожили а то так получается что ну или ты пожил ну блин как у тебя в заначке денег на месяц пройдет месяц она закончится где дальше деньги брать если уволили с работы на новую не берут или там возраст или еще что-то или все занято или знаний не хватает или еще чего а заначка тебя просто ну ты же раньше работал вот есть человек он там с 20 лет до 40 работал он и тратил и копил в 40 бац что-то там случилось но у него еще заначка еще на 20 лет вперед осталось он не стал тратить там на автомобили на отдыхе на это он знал что придет какой-то момент наступит момент когда все это ужасно будет и типа придется тогда унижаться если он работал в офисе хорошо то ему придется пойти не знаю мыть полы чтобы такого не было в этом офисе нужно заработать а потом когда как я уже сказал будет 40 лет нечего будет бояться и так можно сделать только если у тебя нет там каких-то спиногрызов нет автомобилей там еще кредитов ничего так можно сделать ну к сожалению к сожалению если можно было бы сделать так чтобы и тебе хватило и ребенку и жене и второму ребенку и еще там родителям помочь было бы круто но к сожалению так такая схема в россии ну и в таких странах ближайших работает только для одного человека больше ну на больше можно не рассчитывать ну блин понимаешь в офисе сидел нормально все было и жив здорово был и деньги копились и думаешь все будет так всегда да ничего не случится а потом бац случается а в заначке ничего нет и приходится идти на работу где значит опасно работать либо там может что-то упасть на тебя либо будешь дышать какими какой-то непонятным там пары будут какие-то либо там будет мокро либо там будет жарко либо там будет ну грязно как-то опасно в общем тогда ты уже точно ты до 40 дожил был жив здоров а потом здоровье пошло здоровье ухудшилось зачем неужели это нельзя так ну типа сейчас подберу правильное слово сейчас 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 предусмотрительность нужно быть предусмотрительным вот а то многие считают а там не хочет значит быть как все значит он идиот значит он ну больной ну в смысле ну как как можно блин осуществить то вот это вот все что типа люди значит называют ценностями если просто нет такой возможности я говорю вот на одного человека хватит да пошел на работу да там устаешь да но ты накопишь деньги и потом тебе хватит на жизнь до пенсии доживешь не нужно будет нику помощи просить там ходить блин это клянчить деньги у кого-то или воровать ничего ничего не придется делать работы нет хрен с ним тебя просто на счету есть деньги или там у тебя купил на на заработанные деньги квартиру сдаешь ее сам живешь своей ну сейчас то у тебя там одна маленькая да а ты купил там побольше сам осталось жить в маленькой а большую ту сдаешь и тогда твоим детям эта квартира тоже придет не смогут тоже жить и сдавать ее и не бояться то есть они могут заниматься чем-то нам творчеством каким-то там преуспеть наукой могут заниматься то есть у них не будет таких дурных мыслей когда у тебя просто голова забита только тем что как бы там это покушать ты просто просто жить ради там еды пошел на работу заработал пришел покушал лег спать опять пошел на работу это ничем не отличается от животного просто блин добыча значит пищи и все а как же там интеллектуальная деятельность если ты если ты рожден человеком твоя задача развиваться доказать что ты человек если ты не будешь этого доказывать только тебе не будет уважения а то многие думают вот я сейчас буду жить значит жизнью такой дурацкой ну выход и понимание это жизнь не дурацкой но в моем понимании это просто какая то я не знаю хуже чем ну вот допустим знаете там душа да все такое там религия так вот люди которые вот так поступают мне кажется у них как будто бы нет души они просто на вид как люди а внутри у них ничего нет они как лишены этой возможности то есть они не какое-то там высшее существо там да вот там думают многие а после смерти что-то будет там либо какой-то мир будет там это все будет окей как бы надо вот вот а никто не подумал о том что да какой-то человек если он разумный реально он у него есть внутри это это значит этот дух какой-то и он попадет туда а человек без духа никуда не попадет а может быть этот дух нужно вообще развивать нужно жить как бы наполняться на протяжении всей жизни а люди на что тратят свое время и силы вот уже идет 25 минут под крестик да я запустил просто сегодня значит немножко сделал оттенок сепии ну цвет такой да и камин еще немножко выровнял и решил протестировать в общем и звук и решил тоже протестировать все вместе потому что опять какие-то косяки вот значит записать это и выложить на канал вот поэтому это знаете круговорот то есть вот все паника по поводу отсутствия работы она будет всегда каждое там десятилетие работы не будет 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 увольнение опять что-то искать суетиться а все почему потому что когда у вас были большие деньги и вы думали о у нас тут и есть и на еду и на жилье и на развлечение и на там отложить и на то и на это и на пятое и вы начали разбрасываться этими деньгами типа да еще будет ну я просто не понимаю откуда такая уверенность просто да это внушили людям что у них какой-то карьерный рост то есть сейчас мало потом будет больше 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 и типа ничего не случится да сто раз было такое что блин шло 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 там двадцать тысяч тридцать сорок пятьдесят шестьдесят семьдесят восемь сто а потом бац двадцать опять стал или тридцать ну и как это просто знаете кто кто не вляпывался в это никогда ну не сталкивался они будут в этом уверены вот и на ну и их будут разводить ими будут пользоваться в любом случае они не накопят они потому что люди будут знать что у них есть бабки они же еще блин об этом всем хвалятся естественно блин их доят очень очень сильные часто и то есть ну и тем более такие люди они как я уже сказал такие ну легко поддаются влиянию поэтому их развести вообще легко и они даже следом это им не нужно они это купят а потом даже жалеть не будут ну денег же блин очень много ну да там потратил лишние там сто долларов ну и хрен с ними у меня в следующем месяце еще будет сто долларов у них же не было такого что они были без работы у них всегда было все окей а тут у тебя как бы в один месяц есть деньги в другой нет и вот и как можно таким людям у которых в один месяц есть деньги а во второй месяц уже нет потом опять есть ну такие вот нестабильность как им можно вообще советы их осуждать за то что у них нет детей это правильно что у них нет детей это было бы неправильно если они наоборот бы заводили куда ты заводишь блин если у тебя на себя денег нет, у тебя там, блин, здоровье настолько плохое, ты питаешься такой, блин, плохой пищей, твои дети родятся больными, какие нахрен дети, ты до этого, ну, пока там человек растет, женщина или мужчина, они уже до 30 лет себя убили полностью морально, они уже какие-то зомби, они ходят, блин, по улицам, там, они уже не могут даже двух слов связать, у них все, у них башка не работает, ну, а им вокруг всех говорят, что там, когда детишка, когда детишка, я просто слышал, что в Библии написано, типа, человек создан по подобию Бога, и он, типа, Бог рекомендовал умножаться, ну, размножаться, там, типа, и, походу, вот эта вот одна какая-то фразочка, она все, вот, все рушит, понимаете, вот, научные какие-то исследования, какие-то другие, значит, ценности, другие цели в жизни, это все просто падает, когда какой-то, типа, значит, неуч просто берет и эту фразу вставляет, куда ни по пути, ну, пытаясь себя оправдать, что, вот, типа, на все, там, воля Божья, на это, то-то, то-то, ну, и еще это такое. Блин, как будто, знаете, такая фраза, она вырвана из контекста. Обычно такие цитатки, они, ну, имеют какую-то концовку, или более подробное что-то, ну, там, написано было больше слов, допустим, там, ты людям размножайтесь только, когда имеете в этом, в собственности 4 дома, или, там, 2 квартиры и 2 дома, вот, тогда умножайтесь, размножайтесь, делайте еще, хотите, вам все скажут спасибо, класс, типа, супер, супер, ну, когда у вас ничего нет, и вы просто, значит, создаете без спроса нового человека, который, ну, изначально человек и хочет быть человеком, растет, а потом, когда он растет, ему навязывают, значит, ценности животного, и он чувствует себя некомфортно, его прям подавляют, его прям как будто унижают, его не уважают, как бы, блин, и потом этот человек просто становится злым на всех и вся, потом вот эта агрессия переходит на других людей, которые родились в нормальной семье, у которых такого не было, такого, значит, дебилизма в детстве, вот, поэтому, вот, так что, карантин, или, там, какая-то, значит, глобальное потепление, или, там, война, или еще чего, просто заначка, и просто один живешь, имеешь свои деньги, все, ничего не боишься, да, могут начать, начать опять вякать полную чепуху, типа, там, инфляция, там, это, чё-то, деньги обесценятся, там, это, то, типа, один хрен не накопишь, ну, блин, то есть, покупать тоннами, значит, какие-то, ну, там, ну, литрами, там, алкоголь и пить его, прямо это, свою печень разрушать, это не жалко, выпить, типа, что хоть потрачено было, а то мало ли пропадет, так оно уже пропало, ты уже в никуда эти деньги сунул, потому что ты потерял самое ценное, свой мозг, ты его пробил, лучше бы они эти деньги, блин, вообще никуда бы ничего, тогда у тебя бы мозг остался, значит, в целости, и потом он бы тебе принес новые деньги, нужно просто жить и, блин, не портить себя, а это, блин, советчики, я просто, блин, говорю, презираю, мне стыдно жить среди таких людей, я не называю имен, но если мне такие попадаются, я сразу стараюсь от них быть подальше, потому что, ну, это ни к чему не приведет, это будет просто, ну, я начинаю чувствовать себя, как будто, знаете, ну, тут тупеть, я не хочу тупеть, потому что, ну, это страшно, страшно, когда, ну, были времена давным-давно, когда я чувствовал, что что-то не так, я боялся, что это не так никогда не кончится, потом это как бы кончилось, я многое понял, но теперь мне становится страшно вот этой всей ситуации, потому что я-то еще не успел накопить никаких, значит, средств, потому что я толком и не поработал, потому что работы толком и никогда и не было, вот, вот. Этим должны были заниматься мои, значит, предки, которые, ну, если они уважают себя, уважают свой, значит, род, они должны об этом позаботиться, а как это, знаете, как вот мужчины бывают, переспали с девушкой и убежали, все, там, за сигаретами вышли, ну, все, твой ребенок, твоя, как бы, твоя кровь, она, как бы, будет мочиться потом, она будет недоедать, она будет, там, болеть, что-то еще, короче, это какой-то, знаете, ну, я говорю, это в большинстве случаев виноваты, конечно же, женщины, потому что, ну, а кто вас заставлял, значит, спать с какими-то там самцами? Вы сами же ложитесь, блин, в постель, ходите по этим, значит, барам, клубам, ищите кого-то там себе, а потом воспитываете в одиночестве, и у вас никогда денег не было, у вашего ребенка никогда денег не будет, шансов просто ноль. А, значит, мужчина, который вам лапшу на уши навешал, вообще там, либо в тюрьме, либо погиб, ну, то есть, то, что зовется человек в 21 веке, уже просто ничего, это, ну, он уже не человек, то есть, он просто как декорация какая-то, как статуя, вот, ничем не полезен, ничего никто не уважает, просто используют и потом выбрасывают, вот. Ну, лично мне не хотелось бы, чтобы, допустим, мое продолжение рода использовали и выбрасывали, зачем это надо? Ну, мне бы за это было стыдно перед ними, вот, поэтому я решил, что мне это, я не пойду по этому пути, вот. Ну, я думаю, я подробно все объяснил. Мне об этом никто не просил, конечно, просто я сам для себя такое делаю, значит, выводы, логичные, естественно. Ну, к чему этот ролик я вообще записал? Ну, к тому, что нужно готовиться к худшему, надеяться, что будет все хорошо, там, наладится карьерный рост, там, высокая зарплата, там, жену найдешь, дети там здоровыми, красивыми родятся. Нет, такого не будет. Значит, ты дышишь парами, ты ешь плохую еду, ты, значит, ходишь по грязи, ты ездишь по ямам, там, у тебя будет там спина болеть, еще что-то, ты просто себя разрушаешь. Мало того, что просто, как бы, обстановка экологии и все прочее, там, да, плюс, там, какие-то преступления на улицах, так еще и ты сам себя, там, это убиваешь, там, алкоголем и еще чем-то. Просто, если ты выбрал такой путь, ну, в саморазрушении, то не надо плодиться. Типа, занимайся вот этим делом и все, ты, вы выбери свой путь. А это почему-то люди такие, знаете, хотят везде успеть. Они и пьют, и заводят детей, и воруют, и что-то там плохое делают, и все подряд. Да это самое страшное, что может быть. И такие, блин, естественно, якобы, у них все хорошо. Ну, по крайней мере, они так считают. И нет, почему-то к таким тянутся. Если бы сами люди, простые люди, выбрали себе другие ценности, то ценности, которые вот сейчас у всяких непонятных личностей, они бы обесценились. То есть, ценность, она имеет вес, когда о ней много говорят, о ее хотят, стремятся, да. А если перестанут стремиться, там, к этой власти, там, еще какой-то спорт, какие-то соревнования, там, какие-то... Чем больше детей родишь, чем больше денег, там, заработаешь. Если все это перестанут делать, то все нормализуется. Не будет больше этой гонки. А то, блин, бедняки, значит, бедные, бедные, им там... Там какой-то непонятный чел сказал, мол, там, старайтесь, что-то делайте. И эти люди начинают стараться не в плане, там, что-то ума, а просто какой-то силой пытаются что-то себе забрать. Ну, это вообще... Это ужас. Это очень страшно. Вот. И самое главное, книги есть, там, даже фильмы, все есть. Все это написано. Никто не читает, никто этим не интересуется. Ну, наверное, все-таки они реально зомби. Ну, блин, есть люди, я говорю, с, якобы, с душой, а есть без души, все. Это такой, знаете, ну, чтобы не растягивать, там, на много часов подкаст, или, там, долго не объяснять человеку, ну, или вообще, ну, себе самому. Вот так проще себе ответить. Ну, как... Или, знаете, вот такой еще пример. Ну, смотрите, вы же не будете общаться, например, с медведем в лесу. Или с волком. Ну, он же не человек, он же не разговаривает. Он же... Ну, как бы... Он для вас no name. Правильно? Так и здесь. Как можно слушать каких-то там бедняков, каких-то идиотов, которые, значит, пытаются, значит, быть как все, вот как все. Так как все это те, кто, блин, значит, устроились на работу, накопили, там, это, книги прочитали, а потом они и детей завели. А перед этим они еще, значит, завели собаку, кошку, и то, и другое, и все, значит, это, позаботились. А тут, блин, такого ничего не делают, просто берут и сразу же за, значит, один день там находит себе партнера и все. И они заводят человека нового. Ну, типа, 9 месяцев ждут и рождается. Ну, а что это такое вообще? Кто разрешил-то, блин? Ну, хотя, я знаю, кто разрешил. Тот, кто как раз и говорит, мол, побольше надо. Ну, просто, знаете, ну, говорите, это как бы не мешки ворочите, поэтому... Лучше такое не слушать. Ох, ладно. Если я что-то еще вспомню, я вспомню 100%, я постепенно так записываю на какие-то темы, то запишу дальше. Насколько я помню, это подкаст под номером... 8? Да. Вот, так что... Значит, не будьте тупым стадом, не будьте животными. Потому что на Земле самое, значит, умное существо — это человек. Нужно соответствовать этому, а не бросать все и говорить, что это трудно, и выбирать путь самый простой, который даже просто насекомые сам этим занимаются. Но если вы считаете себя насекомым, то пожалуйста. Но мне лично и другим нормальным людям не втирайте эту дичь. Вот, всем спасибо, всем пока.